Сегодня прокачались 3 колдуна, освободилось аж 3 строителя, и это очень серьезно на ТХ-15. Так как все стоит дорого, и если у вас есть книги, и нужно поставить их всех, около 50 миллионов вам потребуется. Кстати говоря, я уже прошел почти весь золотой пропуск, и это всего за 10 дней. Всем здорова, друзья, с вами Тим, и это новое видео с основного аккаунта Крах, продолжение развития ТХ-15. Когда же я буду фул, это неизвестно, но я так быстро иду к этому, и надеюсь, что разработчики не выкатят обнову, где нужно опять качать запор и остальные строения дефа. И их реально много, например, Орел, Тесла, еще ловушки, и плюс еще около сотни заборинок. Короче говоря, я еще это не закончил, а если разработчики еще что-то выкатят, будет обидно. Но на данный момент у меня вот такая картина, я начал прокачивать башни лучниц, вы это знаете, еще пару дней назад я про это сказал. Так как колдуны, можно сказать, закончены, мортиры я буду прокачивать за молоты. Кстати говоря, я это прямо сейчас и сделаю. Блин, как же красиво, конечно, выглядит деф от ТХ-15, все в связке прям очень гармонирует, мне это нравится. Ну а в прошлых видео, как вы знаете, я прокачал уже хранилища, монолит, башни, заклинаний, лагеря, героев. И, кстати говоря, животные тоже активно прокачиваются, я сейчас уже почти всех героев, точнее всех животных докачал до пятого уровня. Мне написали в комментариях, что ящер ненужный и неинтересный, и я с вами, наверное, соглашусь, мне он тоже не понравился, но где-то его юзают, и со временем он мне хоть как пригодится. А вот после этих действий я уже вкачаю то, что мне необходимо, это снежок и феникс, я про это сказал, поэтому не переживайте, эти два животных будут в фулл прокачке, и будем это все тестировать. Сегодня как раз таки идеальный момент, чтобы записывать видео с прокачкой на этом аккаунте, так как освободилось аж три строителя, я подкопил немножко ресурсов вот здесь, также в хранилищах, ну и плюс еще есть бонус, плюс еще вот здесь, и, кстати говоря, пропуск уже практически весь пройден. И это очень круто, так как, считай, я 20% ускорение все получил. Дальше проходить, спешить нет смысла, так как тут есть только книги героев, они понадобятся мне только при прокачке животных сейчас, так как герои все же уже фулл. Дарк я пока что собирать тут не буду, пускай остается, книга заклинаний у меня есть, если в этом месяце разрабы добавят какую-то банку, то я сразу же ее вкачаю, поэтому пока лучше трогать не буду, а потом, если что, я успею продать за 50 гемчиков. Тут опять у нас Тарк, золото, кстати, еще, но пока не собираю, оно мне сейчас пригодится. Также зелье ресурсов, руны эликсира, ох, сколько же у меня уже рун, вы не представляете. Но это все будет через пару дней потрачено, поэтому собираем все, что можем, а уже потом соберу остальное. Вчера прилетели медальки за ЛВК, а это значит, что один молоток я уже купил, и еще на два хватает с лихвой, поэтому это все будет потрачено в мортиры. Жаль, конечно, что разработчики в этот сезон в пропуск не засунули книгу строительства, а так бы я с удовольствием вкачал бы еще одну мортиру. И, кстати, сейчас лучше бы я, конечно, потратил книгу на модернизированную уже, но это ладно, это не важно, все равно все прокачивать, это строение дефа, в этом ничего важного нет. Ну, а сейчас нам желательно прокачать забор. Сегодня, кстати, обновляется у нас цыган, я там обязательно прикуплю колечки, и за эти колечки вкачаю всего две заборинки. Ну да, такие реалии, что забор стоит очень дорого, поэтому забора прокачивается не так много, но самое главное, что он вообще прокачивается, при том, что я не сильно-то на него и фармлю как-то, да. Ну, сейчас, я думаю, идеальный момент сделать вот так вот, после этого пойдем заюзаем руну, Ну, и еще прокачаем забор и посмотрим вообще к концу сегодняшнего ролика, сколько забора мне останется прокачать. А сейчас же 6400, еще 6400, еще, ну и на этом все, больше мне, к сожалению, уже не хватит вкачать. Руну золота, я думаю, сегодня заюзать я не смогу. Я же ее вроде бы уже... По-моему, я ее уже получил. Ну-ка, подождите, получено. Да, руну золота я уже получил. Да, в целом-то я ее, наверное, юзать-то не буду сегодня, так как лучше руну юзать в прокачку. Зачем в забор, если мне нужна еще в прокачке эта руна. Так что, сейчас ставлю сразу же, чтобы не путаться с ресурсами на прокачку башни лучниц. Почти 15 миллионов это стоит. Собираю все ресурсы, которые у меня остались. Тут у нас 4 миллиончика. Также у меня вот здесь в пропуске остались ресурсы. Это миллион, по-моему, да, насколько я помню. Да, миллион золота тоже собираем. И в итоге мне все равно не хватает на прокачку, поэтому прямо сейчас я отправлюсь в бой и нафармлю на одну башню лучниц. Как вы заметили, я забустил супер гоблинов и на протяжении этих двух дней активно ими играю, потому что обновились задания в пропуске, их нужно быстро проходить. А чем еще, кроме как бомберами? Они варятся быстро, эксплуатируются абсолютно везде и причем очень удобно. Вот, например, вот так вот джампик накинул и все, потихонечку забираешь ресурсы, которые тебе необходимы. Тут также накидываем баночку. Кстати говоря, я буду абсолютно все банки сегодня юзать. Вы наверняка заметили одну непройденную заданку с пропуском. Так что закидываю отсюда в осадку героев. Но это так, просто чтобы было. На самом деле смысла в этих героях и заходе не будет большого. Так что закидываем вот здесь еще пока джамп активный. Блин, надо рейдж накинуть, что-то мы долго как-то забираем эти сборщики. Также давайте сюда закинем, клонируем. Даже можно клонировать гоблинов, вообще идеальная система. Прожимаем кинга, прожимаем всех героев. Также закидываю еще сюда гоблинов. Ой, что-то с этой части мы до сих пор забрать не можем. Это, конечно, жесть. Тут закидываю вот это. Клонирую лучниц варваров. Не знаю зачем. Но я забрал практически все ресурсы. Банки потрачены. Дарк забран. Ну, я считаю, что на такой ноте можно уже завершать. 150 тысяч оставлю. Ему не буду забирать. И в итоге вместе с бонусом я получаю более миллиона ресурсов. Несмотря на то, что я атакую почти в титановой лиге просто гоблинами, соперники попадаются очень даже хорошие. Сейчас мне нужно постараться взять две звезды. Ну и постараться забрать ресурсы. Это самое основное. Потому что хочу забрать звездный бонус. Плюс пройти задания в пропуске. Нужно скинуть банки. Все остальные. А точнее вообще все скину, что есть. Поэтому изначально гоблинами точечно заходим. Забираем ресурсы со сборщиков. Ну, кстати говоря, если я собрался идти на двушку, то сейчас будет еще и бонус хороший. Ну, если процент, конечно, я поднабью нормальный. Но есть один минус, конечно, что у меня нету ни чемпионки, ни кинга. Да, можно сказать, никого нету. Но это как бы вторая проблема. Но это ладно. Самое главное, что сейчас я буду забирать ресурсы, которые мне необходимы. А необходимо мне абсолютно все. Короче говоря, закидываю вот так вот как-то. Так же... Ой, а что это? Ага, у нас тут есть... Блин, все, я понял. Зря я здесь потратил джамп. Ну, уже ладно. Закидываю тогда еще вот так вот. Кстати, тут можно рейдж накинуть. Не знаю, зачем. Просто шариков засапорчу. Тут давайте еще гоблинов подкинем. Прожму хранитель. Надо было вообще вместе с шариками прожимать. Но уже ладно. Уже это не важно как-то. Также давайте вот здесь попробуем пробить секцию. Наверное, под рейджем. Ну, в целом я сказал уже, что банки солью все. Поэтому уже не важно. Сливаем просто абсолютно все, что есть. Но я заметил то, что двушку я тут не сделаю. Ну и ладно. Бонус мне уже не пригодится. Так как там есть руна, которую я тоже сейчас потрачу. Поэтому... Так, а мы вообще звезду хотя бы возьмем? Нет? Нет, звезду походу мы тут даже не возьмем. Но это отсутствие героев. Я же говорю то, что без героев очень тяжело атаковать. Атаковать. И я бы сказал, даже на двушку, на одну звезду невозможно. Было, конечно, 30 гоблинов. И я бы мог проделать путь до ратуши. Но навряд ли бы я забрал по все ресурсы. Но уже ладно. Самое главное, что мне хватает на башню лучниц. Короче говоря, закидываю остатки. И забираю ресурсы. Бонус мы не получим уже. Но как бы не сильно-то и хотелось. Тут тоже подкидываем немножко гоблинов. Хотя золото мне уже тоже, наверное, не пригодится. Ладно, завершаю туда на такой нотке. Хотя давайте банку все-таки закину. Я не помню, сколько мне там осталось. Так что банку тоже скидываю. Или же задания не засчитываются. А не, засчитываются. Ну, просто звезду не взял, я и думаю. В итоге остается мне получить только две книги. Книгу, точнее зельку строителя и новый скин. Но это я сделаю чуть позже. Возможно, ежедневками добью. Но спешить насчет этого некуда. Тратим сразу же одного строителя. Также ресурсы тратим. Ну и юзаю руну после этого. Хотя, ну, кстати говоря, я бы мог прокачать еще заборинку одну. Если бы бонус зафармил. Ну ладно, это я сделаю чуть позже. Хотя не хотелось бы сегодня вложить строителя. Надо будет еще подумать. Так как все-таки 7 дней ждать строителя. Это же очень долго. Тем более на основном аккаунте. Руна золота мне в ближайшие 2 недели точно не пригодится. Поэтому я ее сейчас потрачу. А через пару дней я уже смогу потратить почти 4 книги героев. Плюс руну Дарка. Так что я принял решение пока что строителя не ставить. А то потом я вообще забуду про этот аккаунт на целую неделю. И не смогу прокачивать забор. Так что сейчас я юзаю руну золота. И сливаю на забор. А куда же еще? Конечно же забор. Это самое основное. Так что прокачиваю забор за 6400. А давайте уже докачаем. Я думаю что как бы надо бы. Все-таки этот ряд будет у меня полностью докачан. И остается мне прапать всего 57 заборинок. Ну и на сегодня я буду заканчивать ролик. Так как все основное я сделал. Хотя расчет был на то что я поставлю еще одного строителя. Но резко передумал. Так как очень долго ждать этих гребаных строителей. На сегодня ролик заканчивается. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И следите за дальнейшей прокачкой этого аккаунта. Всем удачи друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok